Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Международная выставка «Россия. Доказательство динамичного развития регионов». 30 ноября на ВДНХ пройдет День Самарской области. Уборка двора и расселение аварийного жилья. С такими вопросами жители города обратились к главе Самары на личном приеме граждан. С начала года на проспекте Ленина от Полевой до Осипенко на одном из аварийных участков не зарегистрировали ни одного ДТП с пешеходами. Как удалось улучшить статистику? Изъяли 117 килограммов наркотиков. В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию. 5 километров праздничных гирлянд, световые фонтаны и фигуры. Парки Самары готовят к Новому году. Обмен опытом и методами профессионального и личного развития. В Самаре проходит второй областной форум наставников. 30 ноября на выставке в форуме «Россия» в Москве пройдет День Самарской области. Посетителей ждет насыщенная деловая, образовательная и культурная программы, конкурсы, викторины и старт розыгрыша автомобиля «Лада Веста». С 15 до 17 часов на главной сцене ВДНХ состоится большой праздничный концерт «Сердце России» с участием творческих коллективов Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что выставка – яркое доказательство того, что регионы страны динамично развиваются. Самарская область успешно справляется с периодом экономических санкций. В прошлом году снижение индекса промышленного производства фиксировалось на отметке в 3,5%. В этом году рост на уровне плюс 8,5%. На рынке российских автомобилей доля автоваза достигла 42%. Завод разрабатывает и внедряет новые модели. Регион развивается благодаря нацпроектам, которые были инициированы президентом. Выставка «Россия», по словам Дмитрия Азарова, демонстрирует, какие реализуются масштабные инфраструктурные проекты и какие открываются производства. Самарская область вошла в список из 16 регионов, которые получат дополнительное финансирование на единовременные компенсации врачам и медицинскому персоналу за работу в сельской местности, в поселках городского типа и небольших городах. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно документу, регион получит 138 миллионов рублей. Выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи могут получить до 1 миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры – по 500 тысяч. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллионов рублей и 750 тысяч. По данным Министерства здравоохранения Самарской области, в этом году в программах уже приняли участие 142 специалиста. Расселение из аварийного жилья и жалобы на управляющую компанию. С такими вопросами самарцы обратились к главе города Елене Лапушкиной во время личного приема. Какие решения были найдены, узнала наша съемочная группа. Двухэтажка по улице Советской в Кировском районе Самары признана аварийной в 2016 году. Сразу несколько семей обратились к главе города Елене Лапушкиной с просьбой помочь в расселении этого здания. Руководитель Департамента управления имуществом Андрей Белоклоков пояснил, что помещение включено в пятый этап финансирования государственной программы по расселению граждан. Это направление одно из ведущих национального проекта «Жилье и городская среда». В программу вошли более 10 тысяч помещений, признанных аварийными с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. Руководитель профильного департамента заверил, что до конца 2024 семьи получат долгожданные метры. Но вопрос по расселению не единственный, с которым пришли жители дома по улице Советской на личный прием к главе Самары. В зимний период особенно остро отреагировали на действия управляющей компании, а точнее на бездействия. Снег у нас не чистится, могу даже фото показать. На это замечание отреагировал глава Кировского района Игорь Рудаков. Он пояснил, что управляющей компанией уже выписали предостережения, которые в дальнейшем направили в прокуратуру. Елена Лапушкина поручила руководителям профильных департаментов и главе района разобраться в ситуации в кратчайшие сроки и найти пути решения вопроса. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. По информации госавтоинспекции Самары, на аварийных участках города снизилось количество происшествий с участием пешеходов. Так, на проспекте Ленина, от улицы Полевой до Осипенко, за 10 месяцев текущего года не зарегистрировали ни одного подобного ДТП. Печальная статистика перестала пополняться, в том числе благодаря искусственным дорожным неровностям. Часть из них обустроили в 2022-м и еще одну часть в 2023-м. Как работают эти меры по безопасности, разобрались наши корреспонденты. Летом проспект Ленина комплексно обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». На проезжей части появился новый асфальт. Одновременно с этим специалисты обустроили и искусственную дорожную неровность. Простыми словами, это возвышение над основным слоем покрытия. Ранее конструкция появилась вблизи пересечений с улицы Полевой, а в текущем году рядом с перекрестком проспект Ленина – Осипенко. Эта неровность, как ответная мера на происшествия с участием пешеходов, там, где они переходят дорогу или спешат на трамвай, стала безопаснее. Впервые с 2020-го самарские госавтоинспекторы не зарегистрировали ни одного ДТП в местах размещения так называемых «венских платформ», хотя ранее статистика пополнялась как минимум шестью случаями в год. Проводимый анализ показывает, что данная мера способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Данное приподнятое дорожное покрытие в местах остановки общественного транспорта позволяет пешеходам централизованно переходить в проезжую часть в момент остановки трамвая, а водителям снизить скорость на данном участке. Принцип работы такой платформы очень прост. Проезжая по участку, водитель автомобиля вынужден снижать скорость. На проспекте Ленина, например, она составляет от 20 до 40 км в час. Соответствующее ограничение сопровождается дорожными знаками. Все это позволяет водителю сориентироваться, увидеть выходящих из трамвая пассажиров и пропустить их, вовремя затормозив. Отличный пример того, как неровности не ухудшают, а наоборот помогают улучшать статистику происшествий, сводя их к минимуму. Также по согласованию с госавтоинспекцией на аварийных участках размещают монолитные искусственные дорожные неровности вблизи образовательных и других социальных объектов. В этом году подобные меры применили к проезжей части по улице Красных Коммунаров. Здесь сразу несколько учебных учреждений, включая 123-ю школу Самары. Вблизи два нерегулируемых пешеходных перехода, а вокруг много детей и школьников. Всего по городу таких оборудованных участков порядка 130. Еще один плюс таких платформ – они не создают помех для техники во время зимнего содержания. Они сделаны в соответствии с ГОСТом. Даже в том числе ковш, когда идет чистят, он позволяет не снижать скорость практически, потому что скорость уборки порядка 30 км в час максимально. При сметании снега искусственные неровности рассчитаны на перемещение по ним со скоростью 40 км в час. В будущем году для безопасности пешеходов и водителей в городе установят больше искусственных неровностей. В декабре власти Самары совместно с ГИБДД сформируют списки наиболее аварийных участков. Работа начнется вместе со стартом дорожно-строительного сезона. Обустроят участки, как и в прошлые годы, на средства профильного нацпроекта. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Рассмотрели причины детского травматизма и закрепили знания по правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта. Самарским студентам рассказали о безопасном поведении на железной дороге. Все детали в следующем материале. Железная дорога – зона повышенной опасности, особенно для детей и подростков. В Самарском педагогическом университете для студентов прошла лекция о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно донести информацию до тех, кто приехал учиться в город и сельской местности, где нет железной дороги. В сентябре у нас обвал протоколов идет на студентов колледжей, училищ, техникумов, которые приезжают в Самару и начинают куролесить на железной дороге. Это очень страшно. Это и пролазят под поездом, это и носятся от контролеров по электричкам, это и бегут, спрыгивая с платформы, несмотря на то, что идет формирование составов и мчатся поезда. Поэтому, чтобы сохранить детские жизни, это на нашей совести, мы решили обратиться к учителям, молодым учителям, которые только начинают свою деятельность, чтобы они на практике доносили до этих детей. Алла Нечесова, специалист линейного управления МВД России на транспорте, рассказывает, сама, будучи студенткой, спасла жизнь молодому парню, уснувшему на АЖД-путях. В тот случай и определил выбор ее будущей профессии. Сейчас Алла проводит разъяснительную работу с детьми, подростками, чтобы предотвратить несчастные случаи. Говорит, происшествия случаются, когда несовершеннолетние делают эффектные, но опасные селфи на ЖД-путях. Переходят железную дорогу в неположенном месте, разглядеть и услышать приближающийся поезд, им мешают наушники и капюшон. Узнала и подтвердила очень много полезных знаний, как обращаться с детьми во время каких-то поездок, экскурсий. И, безусловно, все правила будут применены в дальнейшем, так как это очень нужно и важно. Будущие педагоги познакомились с сигналами с семафором, узнали, как правильно переходить ЖД-пути. А для подкрепления полученных знаний им вручили памятки. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. В Борском районе Самарской области ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по региону. Задержаны двое граждан страны, которые переоборудовали помещение частного дома под лабораторию. У них изъяли 117 килограммов наркотиков, более полутора тысяч литров реагентов, а также оборудование для изготовления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств», совершенное организованной группой в особо крупном размере. Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, «Незаконное производство наркотических средств», совершенное организованной группой в особо крупном размере. Самарским районным судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября 2023 года. Далее коротко о других темах. В России выросло число автокредитов. За первые 10 месяцев года их было выдано на 1 триллион рублей, что на 88% больше, чем за тот же период прошлого года. Указанный объем оказался рекордным для выдачи таких займов в январе-октябре за всю историю наблюдений. Следует из данных Национального бюро кредитных историй. В топ-5 российских регионов с максимальным объемом набранных автокредитов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Сотовые операторы выявили новую схему мошенничества. Злоумышленники звонят жертве под видом представителей связи и утверждают, что по ее номеру телефона подана заявка на смену оператора. Для обеспечения безопасности номера человеку предлагают сменить пароль в личном кабинете. Дальше схема стандартная. Нужно продиктовать СМС-код, который придет с официального номера оператора. Таким образом, мошенники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, госуслуг и других сервисов. Как заверили операторы, представители телекоммуникационных компаний никогда не требуют диктовать коды. Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 86% работодателей. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие представители тысячи предприятий и организаций из всех округов страны. Дарить подарки сотрудникам планируют 18% компаний, их детям 41%, 27% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения. В этом году подарки для сотрудников и их детей предусмотрело максимальное число компаний, на 6% больше, чем год назад. Подарки клиентам и партнерам, как и в прошлом году, готовит каждая третья компания. Самыми популярными презентами являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, наборы чая и кофе. Казань и Краснодар назвали лучшими городами для жизни. В тройку направлений лидеров вошел и Нижний Новгород, далее расположились Екатеринбург, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Красноярск и Уфа. Отвечая на вопрос о том, какие города россияне посоветовали бы для террористических поездок, почти каждый второй респондент отметил Казань. В тройку лидеров вошли Нижний Новгород и Петропавловск, Камчатский. Самыми востребованными и для жизни, и для путешествий остаются Москва и Санкт-Петербург. 30 ноября в ДК «Заря» пройдет творческая акция национальных культурных центров Самары. Традиционный фестиваль юных исполнителей под названием «Когда мои друзья со мной». В нем примут участие представители национально-культурных общественных объединений, проживающих на территории Самары. Программа фестиваля включает в себя широкий спектр выступлений, песни, танцы, инструментальные номера. Начало в 14 часов. Власти Самары готовят места отдыха горожан к новогодним праздникам. Незаменимый атрибут торжества – елку – начали устанавливать в парках Самары. Сегодня специалисты были в парке «Дружба». Подробнее расскажет Елена Чернявская. Виталий Савинов работает в сфере благоустройства в парке «Дружба» 7 лет. И каждый год с нетерпением ждет предновогодние поры, чтобы начать украшать парк, в том числе устанавливать главный символ Нового года – елку. Чтобы полностью установить дерево, нарядить его гирляндами и другими навесными элементами, бригаде требуется порядка двух рабочих дней. Настроение почти новогоднее, говорит мужчина, и специфика работы этому способствует. Каждой веточке – бережный подход. Веты расправляют, прежде чем прикрепить их к стволовой части конструкции. Самое важное, чтобы в итоге все смотрелось красиво и как можно дольше радовало глаз. И детям радость, и взрослым. Всем жителям. Пожелание есть относиться ко всему бережно. К катку, к елке, ко всем, что находится в парках, к лавкам и так далее. Обязательно. Потому что это наш лишний труд потом. И нам это обидно, когда ломается что-то. В городских парках устанавливают елочные комплексы. Всего их будет 10. Начали с монтажа искусственных 9-метровых елей. В дальнейшем рассчитывают еще на доставку трех высоких сосен. Остальные – это, естественно, растущие хвойные деревья, которые также украсят эллиминации и игрушками. Отметим, что два сквера, которые находятся в ведении Мао-парки Самары, тоже будут задекорированы. Например, к новогодним праздникам преобразятся сквер Дубовая роща, парки 50-летия Октября, Победы, Дружбы, Воронежские озера имени Юрия Гагарина и другие. В последнем праздничном настроении будет создавать лесная красавица, которую уже разместили рядом с пунктом проката коньков. Власти стараются декорировать территории по-разному, однако одно можно сказать точно – под Новый год Самара превращается в город тысяч огней. Около пяти километров световых гирлянд растянем мы на территории наших парков суммарно. Какие-то уже смонтированы, какие-то будут монтироваться до 15 декабря. Мы ориентируемся на то, что с 10 по 15 декабря все монтажные работы на территории парка будут завершены и будет уже завершающий этап по каткам. А горожан в этом году будут встречать на четырех парковых катках – в парке Дружбы, Победы, Металлургов и парке имени Гагарина. Напомним, в этом году в ходе предновогодней подготовки для украшения города новую иллюминацию решено не закупать. Все имеющееся заблаговременно привели в порядок. Но от новых оригинальных идей не отказываются. Так, для территории нескольких парков, благодаря взаимодействию с партнерами, планируется подготовить необычные елочные игрушки. Для горожан это будет сюрпризом. Вообще замечательно, конечно. Это же хорошо. Это же праздник, Новый год. Все должны радоваться. Отметим, что во всех районах Самары, включая отдаленные, обязательно появятся яркие праздничные новогодние композиции и комплексы. Так, предприятием МП «Самара Горсвет» запланировано к установке 2370 композиций. К началу текущей недели уже справились с 61% от запланированного объема работ. Глава города Елена Лапушкина обратила внимание на необходимость создания праздничной атмосферы в общественных пространствах, в том числе благоустроенных в рамках федерального проекта, формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», губернаторского проекта «Содействие». Так, в этом году елка появится в обновленном по президентскому нацпроекту парке «Молодежный». Украшение не ограничивается парками, улицами, скверами, аллеями и площадями. Ведь украшение города ведется не только силами муниципальных предприятий, но и собственниками объектов потребительского рынка, организациями, учреждениями, работающих на территории Самары. До 20 декабря все работы планируют закончить. Кроме того, с 1 декабря стартуют районные конкурсы на лучшее праздничное оформление предприятий, учреждений, домов и территорий к Новому году и Рождеству. К участию в конкурсе приглашаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной сферы, образовательные и спортивные, учреждения культуры, здравоохранения, клубы, дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самаре прошел второй областной образовательный форум «Профессионально про наставничество. От теории к практике». Событие стало знаковым, проводится в рамках Года педагога и наставника в целях развития Института поддержки молодых специалистов в сфере образования Самарской области. Участники форума обмениваются своим опытом и стараются найти лучшие подходы для работы с начинающими педагогами. Андрей Горгуленко продолжит. Сто педагогов-наставников собрались в одном зале, чтобы обменяться опытом своей работы. Александр Григорьев из Сызрани уже более девяти лет является наставником для многих начинающих преподавателей. Сам он своих наставников вспоминает с благодарностью и отмечает, что многое, что он использует в своей работе, почерпнул именно от них. На самом деле, все лучшее, что мне передавали, я сейчас передаю тоже молодежи. Почему? Потому что мы все равно, как бы, можно сказать, не вечные. Мы сегодня здесь, завтра мы в другом городе или еще где-то. Жизнь так складывается, что кто-то вместо тебя должен прийти. И если не ты, то кто еще их научит? Все вопросы и задачи, которые стоят перед педагогами-наставниками, обсуждали на втором областном форуме профессионально про наставничество. Главная задача, которая ставится перед специалистами, это подготовить молодые кадры, сохранить их профессии и помочь достичь профессиональных высот. Основные моменты нашей деятельности и, значит, моменты, связанные с тем, как мы решаем вопрос повышения профессионального мастерства. Третья ступень во всей этой нашей работе. Подготовка, повторяю, сохранение кадров и совершенствование мастерства. В Самарской области в этом году ввели две новые квалификационные категории, которые помогают наставникам получать дополнительные средства за свою работу. Это позволяет развивать институт наставничества в регионе, а это, в свою очередь, приводит к повышению качества образовательных услуг. Главное, чтобы был результат. А результат у кого? Конечно, у наставляемого. А при этом у нас будет успех каждого ребенка. Вот на вершине всего этого процесса наставничества успех каждого ребенка. На форуме, помимо большого пленарного заседания, состоялись и мастер-классы. Приняв участие в них, педагоги-наставники вернутся в свои учебные заведения с необходимым опытом, чтобы поддерживать начинающих специалистов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В первой футбольной лиге завершилась осенняя часть первенства. Тольяттинский «Акрон» пока занимает третье место в турнирной таблице. Хоккеисты «Лады» и ЦСКА ВВС с одинаковым счетом проиграли в своих чемпионатах. Победить не смогли и баскетболисты «Самары». Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты «Акрона» завершили осеннюю часть в первенстве первой лиги. В выездном матче итальяттинцы играли против Владикавказской Алании. В первом тайме команды обменялись голами. Сначала отличились хозяева, а затем своим результативным действием ответили гости. Счет не изменился до финального свистка. Ничья 1-1. «Акрон» занимает третье место в таблице. К весенней части команду будет готовить новый главный тренер. Клуб принял решение прекратить трудовые отношения с Евгением Калешиным из-за разногласий в пути развития. Хоккеисты «Лады» уступили в Волжском дерби в КХЛ. Тольяттинцы на выезде встречались с казанским «Акбарсом». Ключевым отрезком матча стало начало второго периода. Хозяева дважды забили, после чего стали играть по счету. Автозаводчане так и не смогли пробить голкипера гостей. 0-2. Поражение «Лады». Со счетом 0-2 свой матч в ВВХЛ проиграли и хоккеисты ЦСКА ВВС. Самарцы дома принимали челябинский «Челмет». Гости по разу забили в начале первого и третьего периодов. А в остальное время очень дисциплинированно действовали в защите. Благодаря чему им удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Баскетболисты «Самары» в единой лиге уступили в выездном матче в Казахстане-Астане. После неудачного начала матча самарцы лишь один раз смогли сравнять счет. Уже во второй четверти. После этого хозяева планомерно увеличивали свое преимущество в матче. 66-83. Поражение «Самары». Баскетболистки «Самары» провели дома первый матч четвертьфинала Кубка России против МБА. Начало встречи прошло в борьбе, после чего столичная команда оторвалась в счете. Оставшееся время хозяйки паркета пытались догнать соперниц. Это удалось сделать лишь за минуту до конца матча. Но в финальные секунды лучше действовали именно гости. 71-74. Поражение «Самары». Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент транспорта «Самары» приглашает принять участие в тестировании. С 1 по 10 декабря состоится тотальный тест «Доступная среда», который призван привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью. Общероссийская акция традиционно проводится в онлайн-формате. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте теста. Масштабный семинар в рамках проекта «Мой дом» прошел в ДК «Победа». Председатели многоквартирных домов, ЖСК, ТСЖ и активные жители получили актуальную информацию по важнейшим вопросам. Как быстро и онлайн решать вопросы с помощью мобильного приложения «Госуслуги дом», как собственники жилья отвечают за содержание территории и какие изменения вступят в силу в правилах обслуживания внутридомового и внутриквартального газового оборудования, сообщает телеграм-канал промышленного района. Не обязательно ждать праздника, чтобы собраться с близкими. Можно создавать праздники самостоятельно. Конец года всегда насыщен делами, но так приятно хотя бы иногда остановиться, вдохнуть запах сдобы, сделать глоток горячего чая и улыбнуться любимым. Телеграм-канал Железнодорожного района подготовил рецепты десертов к чаю, которые можно с легкостью приготовить в домашних условиях. Тем более, что 29 ноября в нашей стране отмечается День счастливого человека. Его идея заключается в том, чтобы помнить о важности счастья и позитивных моментов в повседневной жизни. А какое же счастье без вкусной еды? На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok